Сейчас будут составлены артописи ареста данного имущества в связи с неуплатой долга. Огромные долги управляющей компанией «Лидер Плюс» перед ресурсоснабжающими организациями копятся давно. За теплоэнергию коммунальщики сдолжали почти 20 миллионов рублей. Судебные приставы застали сотрудников офиса врасплох. От таких сумм впору пить лекарства. То есть для вас сегодня то, что происходит, это шок? Вообще, я вот даже пустырник уже выпила. Управляющей компанией «Фаворит» долгов за теплоэнергию значительно меньше, но тоже почти на миллион рублей. Поэтому арест имущества коснулся и их. Приставы изъяли оргтехнику должников. Две управляющие компании – это «Лидер Плюс» и «Фаворит». Цель вручения директору требования об исполнении решения суда. Также предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 за злостное неисполнение решения суда. И также проверка имущественного положения. Из-за недобросовестности управляющих компаний поставщик тепловой энергии ежегодно недосчитывается крупных сумм, которые могли быть направлены на реализацию инвестиционной программы, ремонты, а значит повышение надежности теплоснабжения. Судебные иски – это крайняя мера, на которую идут теплоэнергетики. Но иначе взыскать средства с должников почти невозможно. Есть ряд управляющих компаний, которые до сих пор считают, что все будет по-старому. И поэтому здесь у нас приходится действовать такими способами, когда у нас есть законными, когда у нас есть уже на руках исполнительные листы. Я надеюсь, что таких компаний осталось, их можно сказать, по пальцам пересчитать. Когда деньги ресурсоснабжающей компании всех уйдут напрямую ресурсоснабжающим компаниям, рынок коммунальных услуг сам почистится. Прошедший выезд по адресам управляющих компаний-должников впервые был таким массовым. За один день судебные приставы провели рейды в нескольких районах, одновременно в 13 офисах различных управляющих компаний. Всего приставы предъявили исполнительных листов на сумму свыше 170 миллионов рублей. По последним данным, общая сумма задолженности прикамских управляющих компаний за тепловую энергию составляет порядка 6 миллиардов. Из них около пяти должны коммунальщики из Перми. Станислав Уланов, Максим Суханов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».